В 1943 году военно-морским флотом США была проведена серия научных экспериментов, цель которых заключалась в том, чтобы сделать боевые корабли невидимыми для вражеских радаров. О результатах этой работы никогда ничего не сообщалось. Филадельфия, октябрь 1943 год. Вынуждены были ввести в действие части 15-й и 16-й бронетанковых дивизий, а также дивизия... Идем домой, Джеймс. Надо поспать. А вдруг мы что-то упустили? Знаешь, что я тебе скажу? Проверяй хоть миллион раз, все равно можно что-то упустить. Джеймс, завтра мы войдем в историю. Ладно, пока. Отражая контратаки немцам, они продолжают теснить врага по всему фронту. Наиболее кровопролитные бои идут на центральном участке. В районе переказ ЗАУЭР пересекает авторагистраль, ведущую с юга. Корреспондент СМС Барнсуртфаус, который находится сейчас в расположении... Ну, если ты так настаиваешь, я, конечно, могу потанцевать с тобой. Вообще-то я хотела поговорить с тобой о твоем друге. От шуми? Дорогой, лучше оставь свои шуточки. Не надейся, я не из таких. Обидно, крошка. А что, если я танцую вообще последний раз в жизни? Не говори чепухи. Вы прогуляетесь по гаванье, и вас тут же всех отправят в отпуск. На целых полгода. И такой вариант учесть стоит. Не нужно об этом говорить больше, Дэвид. Береги малыша. Вот этот темп не подходит. А вам не подойдет солидный женатый партнер? Ну, конечно. Не возражаете? О, нет, что вы. Хвалю. Кошка, ну что, выдадим? Всегда рада. Материнство тебе идет. Это что, комплимент? Само собой. Живи не счастливчик. А тебе кто мешал? Я сам, пожалуй. Что-нибудь выпьешь? Кока-кола. Пиво и колу. Гляди-ка, Лонг-стрит идет. Что-то хмурое. Чудак хочет сделать нас невидимыми. Почему бы и нет? Он головастый. Да это верит в ученых. Точно. Как идет здоровь? Не твое дело. Когда едешь в Калифорнию? Завтра. Вы же месяц в карантине будете. Что мне тут одно? Да. Приветы от меня всем передай. Да, да. Отец тебе пишет? Нет. Он в Сакраменто. Скачки для него важнее всего. Леди и джентльмены, последний танец. Что? Да последний танец. Пока, Дорис. Пока. Ты за ним пересматривай. Да, да. Идем, дорогая. Последний танец. КОНЕЦ КОНЕЦ ПЭМ! ПЭМ! Дэн, гляди! Это ПЭМ! Эй, ПЭМ! Джим, возвращайся скорей! Слышишь? Я люблю тебя! Я скоро вернусь! ПЭМ! И я люблю тебя! Я люблю тебя, ПЭМ! Идем! Ну, радиолокации приходит конец? Сперва поглядим, что у них получится. Верно. Спешить ни к чему. Опять на прогулку! Везет вам! Эй, Смитти! Я слышал, что твоя подружка сбежала с подводником. А я что со штурманом? А я что с обоими? Что делать? Девушка любит флот. Слушай, поближе к вечеру ты мог бы сбежать к ПЭМ. С сегодняшнего дня в карантине. А, забудь ты о карантине. Я все придумал. Доброе утро, джентльмены. Доброе утро, сэр. Все в порядке. Все. Как связь с Берегом? Вы ее проверили? Да, сэр. Все нормально. Внимание! Всем лицам, не занятым в эксперименте, покинуть корабль. Приготовиться к отходу. Думаешь, сегодня генератор запустит? Откуда я знаю? Всем покинуть взлетную палубу авианосца. Дистанция 2000 ярдов. Пеллинг 215. Куда они сумеют уплетать за эту галошу? К профессору в карман. Ну, хватит, ребята. Помнимательнее. Внимание! Специальный расчет боякорная команда по местам. Выставить ходовую вахту. Экспериментальные группы приготовятся к проведению «Радуги-1». Дистанция 2700 ярдов. 1, 2, 8. 1, 2, 8. Джо. Знакомьтесь, доктор Лонгцик и ваша стена. Рад приветствовать вас. Добро пожаловать. Благодарю. Корабли на заданных позициях, сэр. Можно включать генераторы, капитан. Передай, сэр. Передай, сэр. Я морской пес. Малыш, начинаем «Радугу-1». Я малыш, вас понял. Всем постам. Начали. Ну, поехали. Генераторы запущены, сэр. Все мощность в главное поле. КОНЕЦ КОНЕЦ Не понимаю. Элдридж как будто исчезает, сэр. Он исчез совсем. Нет, это невозможно. Он стал для радара невидим. Поздравляю, доктор. Похоже, вы оставили вне игры флот немцев. Что-то не так. Не стану с тобой спорить. В рубке дым, сэр. В рубке дым, сэр. Все звали. Посмотри, нет ли где-нибудь огня. Капитан Робертсон, сэр. Скатеры передают. Докладывают, что Элдридж исчез. Ну да, все верно. Радар его не берет. Нет, сэр. Он совсем исчез. Нет его. Вызовите командира, Элдридж. Малыш, я морской пёс, прием. Малыш, я морской пёс, прием. Надо выключить. Передайте им, чтоб выключили генератор. Быстрей! Они выходят на связь, сэр. Попытайтесь еще раз. Нет, собаки даже не entering陰. Малыш, приблизьте морскому попсу. Прием! Прием! Малыш, я морской пёс, прием. Прием, Малыш, я морской пёс... Малыш, рекомендую область, область... А-а-а! А-а-а! Джейми! Ты живой? Да вроде! Скорее, скорей смазываемся отсюда! Вставай, за борт! Что это за чертовщина? Не знаю, что ты видишь? Луну, звезды. Сейчас ночь. А ты видел корабль? И еще постройки какие-то там были. Да! 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 Как же все вертелось, кружилось? Как твоя рука? Как новенькая, и никакой боли! Что с нами творится? Да не с нами! А что это? Что он делает, сволочь? Он возвращается, чтобы добить нас! Господи! Держись, держись, держись! Бежим! 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 Быстрее, быстрее! Беги! Беги, Джейми, быстрее! Да! Бежим! Беги! Отпусти ее! Держись, он враг! Стой-то успих! Божи Onно! Всё impressive! Эй, быстрее! Субтитры делал DimaTorzok Это последняя Ну что, идеи какие-нибудь имеются? Да Мы все еще в Филадельфии Это просто часть эксперимента Они как-то на наш мозг подействовали А откуда в Филадельфии пустыня? Может все это не настоящее Может быть это галлюцинация Загипнотизировали нас Они с тобой могут не то растворить Значит все это мне представляется И мы не трясемся здесь от холода И ночью нас прикончить не хотели Ты что глупости несешь? Это все входит в эксперимент Думаешь, наше командование знает, что ученые делают? Ты же видел, кто там распоряжался? Эти умники наваляли чего-то, Джимми А нам отдуваться Что будем делать? Шагать вперед Нет Гляди-ка, Дэви Вроде там вода Нет Все та же пустыня А это Мираж Как по-твоему Скоро этот Мираж кончится? Что это? Кажется, спирная бутылка Немецкая Эй Кока-кола Легкая Из чего эта банка? Не знаю Забавно А это что? Старый Шевролет Ага Прямо к нам катит Паду быстро Вот это машина Банн Джиммис Я Рыжий Бобер Мы не видим никакой станции, сэр Рыжий Бобер Я База Там, до эксперимента Была научная станция Продолжайте поиск Да эта проклятая станция Просто исчезла Продолжай поиск У них связи Вызовите 18-й Пусть продублируют Обследование территории Мы закончили первую проверку Ничего Никаких аномальных электромагнитных полей В радиации температура в норме Станция будто провалилась В преисподнюю Джей Проверьте еще раз Я уже об этом распорядился Не могу понять Как такое могло произойти Я не хочу об этом сообщать Вашингтон Еще рано Да, конечно Мы закончим через час Мне нужен снимок вот этой части Потом крупного вон того цилиндра И, пожалуй, всего объекта в целом Что это? Мы не знаем, сэр Во всяком случае Вчера здесь этого не было Ручаюсь Наш вертолет пытался пересечь Границу защитного поля Видите, что от него осталось? Но кто-то туда проник Ведется расследование Но я вам даю гарантию, что это ошибка Зону даже Крулик не сумел бы проскочить Извините, сэр Кларк слушает Все готово Кэррон, за мной Это же музейная редкость, сэр Такой техники я уже не видел лет 30 Если бы я был на побережье Я бы не сомневался, что начинается ураган Курлик Эй, парни, вы чего? Дайте пройти, чего встали Спасибо 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 Мальчики, вам кофе? Да Наши фирменные блюда Яйшин с ветчиной Да Это годится Да, мне тоже Как приготовить яйца? Омлет Два фирменных омлета Все по-английски говорят И неплохо Извините, а как называется это место? Котик Джанкшин Только не пытайтесь отыскивать его на карте Зря время потеряете Невада Вы не знаете, в каком штате находитесь? Да А здесь есть военно-морская база? Военно-морская Какая-то база есть для Уэллса? Она Телефон где? На улице, напротив Эм, пару монет До Филадельфии дозвонюши Это Броксид Да, это я Уже взяли другого на работу Я звонила Звонила тебе из Чикаго Из Денвера Как же не передали? Вряд ли ты понимаешь, Майк Я ушла с работы Ты ведь обещал мне Я гнала, как сумасшедшая Я просидела за рулем два дня Послушай, я не собираюсь приезжать к тебе в гости Ну к чему этот ненужный разговор? Здесь ждут телефон До свидания Спасибо Мне, пожалуйста, Междугородный Филадельфию Поянно-морскую базу Да-да, они оплатят разговор Я, я матрос первого класса Дэвид Гердек Мне нужен капитан Робертсон Это что? В жизни ничего такого не видела Передай Пассифончики Нам пассифончики Только никаких чеков И кредитных карточек Спасибо Вы посмотрите, что делается на улице, а? А ну, вернись, парень Бежим, а к че-то дэви А что случилось? Вот так и стой Сначала ты за оба автомата мне наличными Я к ним даже не прерванулся А ты не суйся, сынок, пока я тебе башку не проверявил Я уже вызвала шарифа Пойди, иди в дом Все назад Осторожней, мисс Пойду все назад, быстро Он может, вы и стреляете Лезь в машину в шин Я ничего не сделал, ты Лезь в машину, дурень Отошли мы, отошли Все Ключи где? Здесь все мои вещи Может, другую машину возьмете Ключи давай, говорю Ну, что ты возишься? А где здесь зажигание? Оно автоматическое Как автоматическое? Садись, поведешь О, господи Брось ты чемодан Я не поеду без своих вещей А что в тебя? Садись за руль Трогай Быстрее, быстрее Но, ведь вы мне не сделаете ничего плохого Не говори ерунды, давай шми Шми Дозвонился до базы Они слыхом не слыхивали про капитана Робертсона Так мне сказали Вранье все это Почему они врут, а? Как твоя рука? Ох Что-то с ней творится, Дэй То же самое, что там было В больницу его надо отвезти Слышите вы, надо в больницу ехать Число сегодня какое? Кажется, 19-е А год? Это шутка? 1984-й А Да вы что, накурились дряни какой-нибудь? 1984-й А как же война? Какая война? Война? Вьетнам? Вторая мировая, Германия, Япония Верно, была такая Кто в ней победил? Мы победили, точно Да хватит вам меня разыгрывать Далеко до ближайшего города? Не знаю А у тебя нет сигареты? Я не курю уже месяц Я один девять Я один девять Я один девять Вас понял Добрый день, сэр Она исчезла после того Ну почему сейчас? Не понимаю Чем этот эксперимент Отличается от всех других Которые мы проводили По противоракетной программе Минутку Извините Не уверен, что это могло бы вызвать Такой эффект А я уверен Это была единственная переменная Чтобы отбросить ракеты В гиперпространство Мы вызвали такую огромную энергию Что это вызвало свертку континуума Но мы же выключили генераторы Энергии нет Почему же это свето-представление продолжается? А если существует и оно источник энергии? О, но где? Внутри зоны В гиперпространстве Ну а что может быть таким источником? Вы получили метеосходку? Да Невероятно По всем признакам Самый настоящий торнадо Вы знаете Здесь, в Неваде Таких смерчей никогда не бывало Где его центр сейчас? Примерно в сорока милях К востоку отсюда Скоро вернусь Откуда же может поступать энергия? Извините, что отрывают Но это очень важно У нас был прорыв в защите В зону эксперимента В момент его проведения Проникло минимум два человека Вы говорили не про скотч Даже крови Мы их найдем Я вам гарантирую Я хочу взглянуть на них КОНЕЦ 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 БОЛЬМ КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Извините, Алисон, это Шеребец. Здравствуйте. Как я понял, вы не хотите обращаться в суд? По какой причине? Да так, без причин. Вот просто так. Без всякой причины вы спасаете от наказания тех, кто похитил вас. Знаете, я считаю, что они 9 лет тюрьмы не заслужили. У них свои проблемы. У нас свои проблемы тоже есть. Но мы не хватаемся за оружие. Вы уверены, что не передумаете? Да, уверена. Хорошо. Ну, сукин сын, тебе крупно повезло. Счастливо. Ты ничего? Ничего. Мы еще не знакомы. Меня зовут Элисон Фейс. Дэвид Гердок. Ну, как вы? Доктор Сандерс, палату один. Доктор Сандерс, палату один. Вам лучше больно? Эй, Джимми. Ну, как ты тут? Дэви, я сейчас видел сон. Пэм. Это Пэм с тобой? Нет. У нас с Пэмом скоро будет. Ребенок, мальчик будет. Она так хотела, чтобы родился мальчик. Ты не уходи, Дэм. Я вас не могу. Я могу так больше, я выдержу. Дэм, я не уходи. Извините, вам придется уйти. Доктор, я думаю, скоро ему станет лучше. Если ты так и будешь молчать, они не спасут его. Мы участвовали в каком-то эксперименте. Что это был за эксперимент? Электроника. Наш корабль должен был стать невидимым для радаров. Больше я ничего не знаю. То есть вы подвергались воздействию какого-то электромагнитного поля? Само собой, доктор. Там еще что-то было. Наверняка было. Мы с Джимом оказались как бы в ловушке. Джим и я. Не знаю, как вам объяснить, но нас перебросило в другое время. Вы о чем это? О чем? Да здесь все кругом, все это не наше. Мы пришли из прошлого. Эксперимент проводился в Филадельфийской гавани. Это было в 43-м году, в октябре. Странно это звучит, да? Или сейчас такое возможно уже? Что вы помните о 43-м годе? У вас о нем ясные воспоминания? Значит, не верите? Я этого не сказал. Я хочу, чтобы вы рассказали мне подробнее о том времени. Да я что угодно вам могу рассказать. Для меня 43-й вчера был. Не сомневаюсь, мистер Гардепут. Нет, доктор, еще как сомневаетесь. Дэвид, он же хочет помочь. Я не соврал. Ну чего ради мне выдумывать все это? Да. Доктор Макнессон вас ждут наверху. В чем дело? Палата Б. Палата Б. Прошу меня, извините. Это Джим. Я знаю Джим. Держись, Палата Б. Не, не, не удержись. Дайте ему валиум 4. 10 миллиграммов. Где аппаратура? Да держите же! Извинись. Сюда. Сюда, сестра. Разворачивайте. Поаккуратней, сестра. Осторожней. Старайтесь удержать его. Плотнее. Плотнее. Ай, черт. Отойдите. Отойдите. Дэвид, куда ты? Постой. Подходите к нему, это опасно. Отпустите меня. Держитесь, подача. Это второй. Надо его взять. Стой! Стой, держи! Ловкий подлец. Пятидесятый этаж. Пятидесятый этаж. Окраны, пятидесятый этаж. Пятидесятый этаж. Я тебя должен задержать? Нет. Брось, парень. Да и главное... Спокойно. Я ничего не сделал. Это сумасшедший! Прекратите! Отопреките его от спустыня! Что вы делаете? Безобед. Вот он! Не знаю. Поехали! Поехали! Тихо-то! Да-а-а! Идух! Не думаю. Берите! Берите! Чёрт! Берите! Извините, извините, извините! Не упущите его! Что вы делаете, какого дьявола? Дэвид! Дэвид, садись! Стойте, держите их! Кто это? Не знаю, гони! Что это было с Джимми? Это из-за вашего эксперимента? Наверное, что-нибудь секретное, да? Не сердись, Дэвид, я просто стараюсь понять, я же тебе хочу помочь. Ты знаешь Сан-Полу в Калифорнии? Нет, Дэвид, постой. Там живут твои, да? Жили прежде. Вот что, мне так и так нужно в Лос-Анджелес. Мы найдем их. Почему ты это делаешь, Эллисон? Не знаю. А то, о чем я говорил тому доктору, ты поверила в это хоть немножко? Я верю, что ты в это веришь. Что на приборах? Да чепуха, давление отрицательное. И оно продолжает падать еще. Такого не может быть. Но это есть, она всасывает воздух. Всасывает все. Кто она? Дыра в гиперпространство, парни. Все это наш эксперимент. Ее создали мы. Да. Что-то не учли. Хоже и чувствуешь эту энергию. Ураган, вызванный аномально низким давлением воздуха, продолжает бушевать над диваной. Тысячи людей практически отрезаны от внешнего мира. Дороги закрыты, рейсы всех авиакомод. Нанесет огромный ущерб. Разрушены многие высоковольтные линии, и без электроэнергии остались тысячи людей. Карманный компьютер фирмы Digital с двумя микропроцессорами. Один поможет вам решить сегодняшние проблемы, другой напомнит о завтрашних заботах. Спешите приобрести Digital 1080p. Телефон. На какой прикажете отходить первым? На оба. Понял, сэр. Могу и на оба. Не вешайте трубку, сэр. Извините. Ответил сэр. Можно здесь? Конечно, мамка. Проходите, пожалуйста. Все? Одну минутку. На улице творится что-то жуткое. Я спрятала машину. Завтра напрокат возьмем другую. Старый фильм для себя нашел. Да. Здесь я хоть понимаю, о чем речь. Я тут принесла тебе газеты и купила одежду. Надеюсь, будет в пору. Не знаю, как я тебя сумею отблагодарить за все это. Не ломай голову. Ты любишь китайскую кухню? Да, это вкусно. Сейчас поужинаем. Палочки. Что ты? А вдруг мы приедем в Сан-Полу и не встретим там ни одной знакомой души? Можно туда позвонить? У них нет телефона. Телефоны теперь есть у всех. Попытаюсь. Алло, пожалуйста, по справке. Сан-Полу, Калифорния. Джон Гердек. Джон Гердек. Г-Е-Р-Д-Е-Г. А из соседей там кто-нибудь есть? На ранчо Паркера попробуй. У них был телефон. Тогда будьте добры, ранчо Паркера. Благодарю. Дэвид. Ну вот что я могу сказать им? Алло, кто со мной говорит? Пэм? Что с тобой? Это была она, жена Джимми Памелло. Почему же ты бросил трубку? Что я мог сказать ей? Ну что? Ну ладно. Теперь-то мы хоть знаем, что она там. А вдруг они тоже там? И уже поджидают нас. Они ведь знают, откуда я. Это может быть ловушкой. Может все это рассказать кому-то еще? Что рассказать? То, чему не поверила даже ты. Я не знаю, чему верить. Да сам ты знаешь, во время эксперимента тебе могли наркотики давать. Может быть это были галлюцинации. Да? Может все это галлюцинации? И вот это галлюцинация? И вот это, и вот это? Может быть и меня здесь нет, и тебя тоже? Ну что ты молчишь? Таи. Пора поди все пропотом. Знаешь, я, наверное, больше ничем не смогу тебе помочь. Тебе придется как-то самому выпутываться. А у тебя все будет хорошо. Пойми, я просто боюсь, Дэвид. Надеюсь, еще увидимся. Постой. Пожалуйста. Ты извини, Лисо. Я тебя не хотел обидеть. Прошу тебя, останься. Не уходи. Ты нужна мне. Прошу. Прошу тебя, scientist. Всем машинам продолжать патрулирование. Доброе утро. Доброе утро. Ноль часов двадцать шесть минут. Ноль часов двадцать шесть минут. Извини. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. У нас порядок. Еще минуту. Пуску готов. Пуску готов. Камеры вышли на позиции, сэр. Так, а там-ка поглядим, что там такое? Говорит центр, приступить к операции. Пуск, пожалуйста. Пуск. Пуск произойдет. 1500 со сближением. 1200, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 0. Вот оно. Кто это такое? Станция? Это же станция. Вот это да, корабль? Как туда корабль попал? Кто-нибудь что-нибудь понял? Повторите. Изображение почетче. Повторите запись. Майора Кларка, пожалуйста. Его нет на базе. Появится, сообщите. Пошла запись. Повторите. Звучит музыка. Кстати, у меня два диплома. Искусствоведа и дизайнера. Я даже выигрывала конкурсы. Меня на старом месте очень ценили. Серьезно. Тут тебя тоже очень ценят. Ничего, в Лос-Анджелесе все устроится. Все пойдет как по маслу. Только вот зло берет, что этот тип Майк меня вокруг пальца обвел, еще гостя приглашал. Тебя эта музыка не раздражает? Нет. А с личными делами как? Разве ты не хочешь выйти замуж? Своего парня найти надо. А дети? Ты хочешь иметь детей? Для этого муж не нужен. Не нравится мне этот разговор. Кока-колы? Ага. Как ты ее открываешь? Здорово сделано. А почему ты во флот пошел? А знаешь поговорку? В каждом порту девушка. Нравится бродяжничек? Нравится. Вот и мне тоже. Ты не против? Да нет. Это для меня. Просишь ее. Ого, что за машина? Кажется, Порше. И это вот для меня. Это мистер Лобович. Сонг-Стрит один из них. Тот, который исчез на наших глазах. Паркер. А это второй? Да. Это Герлик. Да, это он. Благодарю вас, доктор. Я хотел бы выяснить, что произошло с Паркером. Ваше любопытство мне понятно, но у меня нет времени. Простите, он... Мой шофер отвезет вас, доктор. Благодарю вас. Прошу. Майор. Тосье Гердега. Они оба жили в Сан-Поле в Калифорнии. Как вы узнали? Майор, его нужно побыстрее доставить к нам. Это последняя сводка. Смерч все набирает силу. Уже начал всасывать верхний слой почвы. Джеймс. Джеймс, нам нужно срочно придумать что-то. Вся наша планета под угрозой. Но что, ума не приложу. В этой церкви Джеймс венчался. Вокзал еще прилично выглядит. А вон там, видишь, большое дерево. Ему теперь, наверное, лет сто. Здесь у нашей компании был сборный пункт. Здесь работал твой отец? Как все изменилось. Ладно. Надо заправиться и все выяснить. Одну минуту. Я сейчас. Слушаю вас. Чего вы хотели? Машину заправить. Низкооктановый? Да. Твой отец? Да. Красивый мужчина. Эту колымагу мы прихватили с собой, когда переезжали сюда из Нью-Джерси. Это ты, Дэвид? Я. Эй, у вас был почти полный бар. Хотите, я вам масло проверю? Нет, нет, не надо. Это... Вы об этом человеке что-нибудь знаете? О Джоне Гердоге? Да. Он был человек известный. Выиграл когда-то много больших скачек. Давно это было? Точно не скажу. Конец цирковых, начало 50. Он уехал куда-то в Восточные Штаты. Там скаковое дело поставлено солидно. Говорят, умер пару лет назад. У вас был почти полный бак, так что всего 4 доллара. Дэвид. Спасибо, Дэвид. Я поведу, хочешь? Нет, я самолез. КОНЕЦ Что поделаешь, Дэвид? Все-таки он добился. Выполнил то, что задумал. Кто не верил в это, и я не верил. Да, папа. Ты молодец. Ты молодец. Зря не позвонили. Ты не волнуйся, ты. А вдруг она не узнает меня? Представишься. ДАППЛАМСЯ БОЛЬНЫЙ Зревел ТВ ПОЛЬНЫЙ 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 ДАППЛАМСЯ ТВ Ох! Здравствуйте. Миссис Паркер. Да. Помыла? Да. Ты что, не знаешь меня? Ты меня не узнаешь? Это ведь я, Дэвид. Дэвид Гердок. Быть этого не может. Я Дэвид, Пэм. Помоги мне. О, Боже. Боже, это ты, Дэвид. Мы не можем войти. Да. Меня зовут Элиса. Все это время он говорил правду. Ну, все это время и никто, никто не хотел ему поверить. Даже я. Кто говорил правду? Джимми. Джимми вернулся? Да. И что было дальше? Его никто не хотел слушать, Дэвид. Все у нас поверили официальному заключению, где говорилось, что на него подействовал эксперимент. А корабль люди? Обычное, ребят, было много и погибли многие. Ну, а со мной, что было со мной помыла? Ты просто не вернулся, Дэвид. Ты так и не вернулся. До сего дня. Ты меня подожди. Дэвид. Он не такой, как прежде. Понял. Джимми. Джимми. Это я, Дэвид. Ты узнал меня, я вижу. Я просто хочу понять, что случилось. Ну, в чем дело? Ну, постой ты, я с тобой поговорить хочу. Скажи мне что-нибудь. Ну, останови лошадь. Да, останови ты эту чертову лошадь. И поговори со мной. Оставь меня в покое. Можешь ты мне сказать два слова. Пусти, говорю. Пусти. Уберите его отсюда. Джим, объясни мне, объясни мне, Джим. Сейчас же уберите его. Что с ним такое? Джимми. Джимми. Что тут происходит? Куда же он? Вам лучше уйти. Боюсь, он снова заболеет. Прошу вас. Постойте, как же так? Вы должны помочь. Еще раз, он этого не вынесет. Прошу вас, уйдите, пожалуйста. Дэвид. Ну, как ты? Я нормально. Почему ты не поговорил с ним, Джимми? Для чего? Он ведь хотел что-то у тебя выяснить. Лучше пусть он не знает. Может, присядешь? Я не в состоянии пережить это помело. Я не выдержу. Я знаю, Джимми. И не нужно, дорогой. А он, он нисколько не изменился. Да, нисколько. Как бы я хотел, чтобы для него это все кончилось. Я возвращаюсь. Ни к чему это. Джим страшно напуган и очень болен, она сказала мне. Здесь что-то не так. Они сочли его с сумасшедшим и убекли в больницу. Думаешь, он хочет, чтобы это повторилось? Я должен поговорить с Джимми. Ну, и ты же уже все знаешь. Но ты не вернулся, Дэвид. Того, что произошло с Джимми, с тобой не случится. Ай! Тормози его! Держитесь! Глова берите! Догоняю! Пригнись! Ай! 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 Держись! Ай! Разогрелся! Ай! 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 Дэвид, куда ты? Дэвид, назад! Не было. Давай скорее уедем отсюда! Ага, постой. Нарра отсюда уходить! Наши во всем обвинят! От пустыни, куда мы с Жимом угодили. Умоляю, Дэвид, это же государственный документ. Уедем! Это он, тип, который руководил тем экспериментом, доктор Джеймс Лонгстрид. Ладно, залезай. Он уж точно знает, что произошло. Они нашу машину искать будут. Что-нибудь такое придумаем. Осторожнее руку, ребята. Легче, легче. Взял? Так, так. Вот мы и в него одежда. Что с тобой, Эрису? Да что с тобой? Брось ты все это. Мы... Могли бы уехать куда-нибудь вдвоем. Только ты и я, Дэви. Нет, Эрисун, не брошу. Я должен все узнать. И ради этого стоит умереть? Нет, не стоит. И других людей убивать тоже не стоит. Они же нас убить пытались. Помнишь? Слушай, я понимаю, если хочешь выйти из игры, выходи. И вообще, зачем ты влезла в нее? Я хочу быть с тобой, Эрису. Я хочу быть с тобой, Эрису. Я хочу быть с тобой, Эрису. Эрису. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Я просто не верю. Что же будет? Не знаю. Никто этого не знает. Может быть, я вернусь через 40 лет и к тебе в гости нагряну. Персоналу, не занятому непосредственно в операции, срочно покинуть территорию базы. Дэвид, пора. Надейте. Как у вас тут? Все готово. Связь действует. Можем начать. Вот и мы. Связь перервется, как только вы войдете в дыру. Дальше все зависит от вас самих. Мне самому есть это чудище? Я отвезу. Карета полна. Дайте сверхвысокие. Сверхвысокие есть. Все параметры международные. КОНЕЦ 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 Ну, как тебе, 84-й? Телевидение, вот вещи. Недолго ты им любовался. Все как сон было. Еще 7 градусов, как поняли? Вас понял. Импульсный режим, скважина 3. Сообщите параметры по 11. 11.20 на 4.2. КОНЕЦ Самочувствие как? Я ведь был уже там. Тогда вперед. Контроль. Мы на месте. У нас все в порядке. Показания всех приборов нормы. Можно приступить к выполнению операции. Помнишь, что я говорил тебе о положении? Встань точно в центр. Когда я включу эту штуку, тебя вытолкнет воздух. Готов? Готов. Ну, удачи, моряк. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 КОНЕЦ 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 Дэвид... Дэвид! Я вернулся, Эллисон. Эллисон, знаешь что? Что? А то, что Флоту придется, мне сразу за 40 лет службы забыли. КОНЕЦ